Наше занятие. Что мы сегодня будем с вами делать? Во-первых, мы кое-что закончим с предыдущего занятия. У нас были буквосочетания, и мы не успели с вами написать транскрипцию на эти буквосочетания. То есть мы обязательно доделаем это задание. И сегодня мы с вами будем разговаривать об открытом слоге, или еще он называется первый тип слога. Сегодня будем очень активно, продуктивно, быстро работать. Заданий будет много, но они будут однотипные, потому что мы будем тренировать чтение всех гласных звуков в первом типе слога, в открытом слоге. А у меня вопрос. Пятое слово, это как? Как пятое слово произносится? Сейчас дойдем до пятого слова. Подожди. Вначале мы обсудим, что мы будем сегодня делать. Так, и если у нас останется время, то мы выполним еще одно интересное задание. Мы немножечко почитаем, и мы будем соединять, мячить, да, соединять, сопоставлять то, что мы прочли, с тем, что мы видим на картинках. Вот разные варианты картинок, и мы будем с вами это соединять. Итак, let's start off. Let's look at the screen, at your screens, and see the first task. Первое задание, которое у нас будет с предыдущего занятия, это назвать предметы, вставляя в слова или животных, да, или что-то еще тут, вставляя буквы сочетания S, H, C, H и TH. Для начала давайте вспомним. Буква сочетания S, H. Какой дает звук? Ясмин. S, H, S, H. S, H. Да, S, H. С, H. Николь, какой звук дает? Николь. Да. Какой звук будет давать буквы сочетания S, H? T, H. Нет, S, H. Вот этот. А я хочу вам что-то сказать. Так, итак, буква сочетания S, H будет давать звук Ч, да, вспоминаем. Первый у нас Ш, Ч, и TH будет давать нам два звука, один глухой, один звонкий. Глухой и звонкий, мы произносим их между зубами кончик языка, немножечко воздух воды, и мы получаем вот этот звук глухой или звонкий. В зависимости от того, с голосом мы произносим или нет. Итак, the first word, первое слово, которое мы пытаемся построить. Николь, пробуй. What's this? Sheep. Sheep, very good. Yes, Min, what's this? The next word. Moth. Moth. Саша, what's this? Cheese. Да нет же, вот же здесь цифра три у нас. Three. Three, да, three. Аля, следующее слово. Я хочу вам что-то сказать. Cheese, very good. Подождите, Али, следующее слово. Feather. Feather, very good. Петр, следующее слово. Shark. Shark. Так. Федор, ты где? Так, Эмилия. Эмилия. Давай учись. Молодец. Эмилия молчит. Майя. Ты не выйдешь из рук. Shark. Shark, finally. Наконец-то мы в акулу вспомнили. Shark. Ян, следующее слово. Чик. Чик. Элиф. Следующее слово. Shark. Элиф. Well. Well, very good. And the last word for Daniela. А вот теперь мы перешли к части транскрипции, которую мы не успели на прошлом занятии с вами. Итак, готовим листочки и ручки. Вообще, должны быть готовы уже, по идее. Просто берем листочек и ручку. На слух воспринимаем слова и пишем транскрипцию. Так. Are you ready? Готовы? Семь. Семь. Окей. Итак, поехали. Word number one. Первое слово. Отлично. Первое слово. Чин. 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 Я пишу, ты переписываешь. Смотри пока. Мышь первый урок. Я готова. Только потише. Там все работают, да? Даем друг другу работать тоже в тишине. Следующее слово. Hang. 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 Ready? Готовы? Один. За. Следующее слово. Манч. 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 Следующее слово. Шэд. Шэд. Фэд. Следующее. Манч. 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 Next one. Следующее. Timmy. Timmy. Труба, да? Труба. Труба переводится. Timmy. Next one. Следующее. Shut. 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 Next one. Следующее слово. That. Song. Song. Следующее слово. That. That. Следующее слово. И последнее здесь слово в этом ряду. А последнее слово какое? Ланг. Легкое. Ланг. Итак, начнем проверку. Первое слово было чин у нас. Проверяем. У себя в тетрадочках все ли так написано, как у меня. Следующее слово. Хэнг. Висеть. Висеть. Следующее. Манч. Манч. Жевать. Проглатывать. Манч. Следующее. Шэд. И же на сарай. Шэд. Поехали дальше. Снэч. Снэч. Следующее слово. Сам. Сам. Сам это большой палец на руке. Вот это название. Большого пальца. Сам. Так. Следующее. Чимни. Чимни. Поскольку слово имеет у нас два гласных звука, да, то нужно первое у нас поставить ударение. Первый слог у нас ударный. Чимни. Так. Следующее. Шэд. Вот наше слово. Следующее слово. Сон. Песня. Сон. Сон. Вот это сон у нас. Песня. Сон. Следующее слово. That. То. Когда мы говорим о чем-то, что в единственном числе, что находится вдалеке у нас, да. That. То. That is a tree. Там дерево. Так. Long. Длинный. Long. Long. Длинный. И последнее слово. Long. Легкое. Long. Long. Так. Много ли ошибок? Have you got many mistakes? No. В каждом слове. У меня две ошибки было. Две ошибки. Это неплохой результат. Ясмин, как дела? Много ошибок? Много ошибок? Много? Понятно. Ну, ладно. Ничего. Две. Две. Хорошо. В общем, по-разному, да. Результаты разные. У кого-то нет, не очень много ошибок, а у кого-то прям вот может быть многовато. Много, много, много. Много-много, понятно. Ну что, видимо, то, что сказалось, то, что прошла неделя, то, что мы проходили на прошлой неделе, немножко подзабылось, да? Но, тем не менее, сейчас вспомнили буквы, сочетания, как они в транскрипции обозначаются? Ясмин, вспомнила? У меня просто место транскрипция буквы Ю, транскрипция буквы А. Понятно. Ну вот, теперь обратим внимание, чтобы не было таких ошибок больше у тебя, да? Итак, переходим, идем дальше, переходим к нашей теме. Open syllable или первый тип слога. Давайте с вами знакомиться, что это такое за открытый слог, первый тип слога и как с ним вообще разбираться, как его читать. Начнем мы знакомство с первой нашей гласной буквы в английском алфавите, буква A, да? Опять мы на нее смотрим, на нашу зелененькую A. И следующий слайд у меня выходит на экран. Смотрим с вами на слова. Если вы посмотрите на все эти слова, сейчас я вам их прочту, чтобы вы немножечко понимали. Я вижу, что в конце гласный И. Да, смотрите внимательно. Я сейчас прочту, и мы будем с вами разбираться, что это за открытый слог такой. Я специально прямо вот утрирую, последний звук вам выделяю. Действительно, Ясмин молодец, хорошо подметила. На конце у этих всех слов есть буква И, но я сейчас прочитала вам слова, никакой буквы И, никакого звука я не произношу, да, после согласного. Лейк, плейн, кейк, плейт. Ничего не произношу. Так вот, это И в английском языке называется Немая И или Босси И. Да, Босси И. Это ее английское название, Немая И это русское название. Немая И. Если мы ее не читаем, не произносим, да, зачем она нам тут место стоит и место занимает. А оказывается, она нужна для того, чтобы разделить слово на, ну, в данном случае, на два слога, да. Вот если мы возьмем слово лейк, то первый слог у нас будет состоять из букв л-эй, а второй слог будет состоять из букв к-и, да. И что у нас получится с вами? Первый слог, первый слог, да, он у нас с правой стороны, вот когда мы смотрим на слово с правой стороны, получается, что гласная в первом слоге, она у нас не будет закрыта никакой согласной, потому что согласная, вот как в слове лейк, она уже идет ко второму слогу, она относится ко второму слогу. А с правой стороны первый слог ничем не прикрывается, никакой согласной. И такой слог у нас называется открытым слогом, да, не закрытым у нас, гласная не закрыта, как в бутерброде между двумя согласными. Слог открытый. И что же за правило? Оказывается, в открытом слоге гласная читается как в алфавите, вот как мы ее называем в алфавите, эй, так она у нас и произносится, так и читается эта гласная. И мы это совершенно четко видим сейчас, да. Лейк, плейн, кейк, лейт. Везде мы слышим это. Сейчас будет. Тихо, тихо, тихо. Секундочку. Сейчас доберемся. Везде вы слышите вот этот эй, да, буква эй, звук эй. Эй, эй. Идем с вами дальше. У меня есть колоночки, столбики слов, read the words. И мы с вами теперь один за одним, я буду называть кто, читаем колонки. Первая колонка у нас идет для Николь. Николь, поехали. Да. Вот эта колоночка для тебя. Так, стоп, вот это что за слово? Тейбл, плейн, кейк, плейт, тейк, тейк. Да, тейк, брать, тейк. Умница, абсолютно точно со словом кейк. Молодцы, что вы не забыли буква си. Если она не стоит перед и, ай, уай, она дает звук к. То есть тут кейк, тут никакой не сейк, не дай бог. Тут кейк. Все поправила. Так, Ян, второй столбик для тебя. Кейк, пейк, плейт, тейк, нейм. Так, не поняла, что там с лицом у нас. Вот это вот слово. Пейк, пейк. Да, буква си стоит перед и дает звук с. Кейк, пейк, плейт, тейк, нейм. Али, следующий столбик для тебя. Нейм, кейс, фейк, фейк, плейт. Так, фейк, плейт. Ну-ка, только что обсудили, и вот у нас фейк и плейт возник. Али, исправляйся. Фейк, плейт. Да, фейк, лицо, плейт, место. Вот так они пишутся, эти слова. Буква си перед и, ай, уай, дает звук с. Запоминай еще раз. Эмилия, следующий столбик для тебя. Эмилия. Лайк, кейс, плейт, нейм, фейт. Так, вот кто-то невнимательно слушал. В открытом слоге буква эй дает звук эй. Как в алфавите. Лейк, кейс, плейт, нейм, фейт. Да? Ясмин, следующий столбик для тебя. Лейк, лейк, кейк, тейбл, плейт. Лейн, very good. И есть у нас Мирослава. Мирослава, для тебя последний столбик. Кейк, кейк, тейбл, плейт, плейн, джейк. Не джейк. Озеро. Лейк. Лейк. Лейк, да. Лейк, 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 лейк. Да, это слово лейк. Секундочку. Мы работаем, потом все вопросы после первого блока прям зададите мне, если нужно будет. Итак, прочитали слова, еще раз обратили внимание, что у всех этих слов на конце есть немая буква И, да, боси И, которая не читается, не дает никакого звука. Транскрипции никакого звука для нее не будет. Но, тем не менее, она служит для того, чтобы открыть нам первый слог, освободить его от согласной, да, перетянуть ее, перетянуть согласную на второй слог и прочитать гласную в первом слоге, как в алфавите. В данном случае Эй у нас дает звук Эй. Хорошо, смотрим дальше. Транскрипция. А вот транскрипция, я вам говорила, что будет масса вариантов, да, звучаний для гласных у нас и транскрипционных знаков. Так вот, транскрипционный знак для звука Эй будет вот такой. Будет он состоять из двух значков, но звук один. Просто пишется он двумя значками. Запишите. Вторая буква разложена им. Да, которая как... Просто мы помним. Да, да. Запоминайте все это. Запоминайте. Я же не знаю, что это называется. Записывайте, запоминайте, чтобы было все у вас в памяти потом. Как еще раз другой значок пишут? Другой значок сейчас попозже вам, когда выйдем из этой презентации, я вам покажу, какой другой значок будет. Итак, сейчас у нас с вами следующее задание. Вы видите на экране транскрипцию, и вы по транскрипции восстанавливаете слово. Первое слово у вас, как звучит, Ясмин? Name. Name. Пишем? Пишем слово теперь. Следующее. Тейс. Тейс. Следующее. Готовы? Следующее. Table. 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 И четвертое. Слово. Face. Восстанавливаем слово по транскрипции. Тейс. 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 А теперь проверяем, что же мы написали в наших тетрадочках. Итак, name. Правильно. На конце боси-и, да? N-A-M и боси-и должна быть обязательно. У меня правильно. Угу. Кейс. Кейс. Обращаю внимание, буква С первая, не Кей, буква Си. Угу. У меня одна ошибка. Следующее слово. Table. Table. Все правильно. Отлично. Table. И face. Лицо. У меня только попалась одна ошибка еще. Ну вот, обрати внимание. Face, посмотрите, здесь. У меня тоже одна ошибка. Наверное, с буквой Си, наверное, да? У меня теперь две общие. У меня было все правильно. У меня только одна ошибка. Все, все, все. Я поняла. Тихо, 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 спокойно. Итак, значит, у всех этих слов мы видим боси и на конце. Да, это во-первых. Во-вторых, буква Си, она нам дает здесь два разных звука. Два примера у меня здесь есть. Case, когда она стоит перед Эй, дает звук К. И face, когда она стоит перед немой буквой И, и дает нам звук С. Да? Итак. Почему в слове case перед И стоит С? Ну вот такое написание. Видишь, так получилось, что две буквы Си тут у нас уже не уместились. Так исторически сложилось, что пишется слово case у нас во втором случае с буквой С. И она дает нам звук Си. Хотя могла бы быть и буква Си, да, вполне. Потому что она бы тоже давала нам звук С. И так, идем дальше с вами. Продолжаем. Знакомимся со следующей буквой. Мы все ее знаем. И в открытом слоге мы уже можем сказать, какой же она будет нам давать звук. Николь, какой она будет нам давать звук в открытом слоге? И. 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 Да? Итак, буква И в алфавите читается как И и дает в открытом слоге тоже звук И. Сейчас поговорим об этом звуке. Вначале знакомимся со словами. Смотрим на слова. Смотрите внимательно. Здесь не только вариант, когда у нас буква И в открытом слоге. То есть никак она с правой стороны ничем не прикрыта. И у нее, она стоит в открытом слоге, ничем не закрыта, никакой согласна и дает звук И. Но еще и в таких словах, как street и green, мы видим абсолютно точно, что у нас две буквы И располагаются рядом. Да. И вот эти две буквы И рядом тоже, можно считать, как буквосочетание на самом деле, да? Они дают тоже звук И. Так, кто поет у нас там? Тихонечко про себя. Итак, street и be. И, это у нас слова в открытом слоге. А вот street и green, мы видим, что это буквосочетание. Две буквы И стоят рядом. И они тоже дают долгий звук И. Теперь задание следующее. Мы с вами должны прочитать слова и перевести их. Перевод перепутан. Буквы в переводе в русском перепутаны. Нам нужно восстановить правильный порядок и перевести слово. Итак, смотрим на первое слово. Читает его... Сейчас я скажу, кто его будет читать. Сафия. 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 И. Мне. Да. Ми. Мне. Верно. Ми. Перевод мне. Буква И в открытом слоге дает звук И. И мы переводим мне. Второе слово для Софии. София. Хи это он. Да. Хи. Он. Тоже у нас открытый слог. Так. Артем. Третье слово. Третье слово. Хи. Третье слово. Третье слово. Третье слово. Вот это слово Си. И как мы... Третье. Третье. Вот у нас первая буква написана. А дальше нам надо вспомнить. Али, помоги. Видеть. Видеть, конечно же. Си. Ай, си. Я вижу. Си. Видеть. Следующее слово. Аля. Уи. Перевод. Мы. Да. Смотрите, у нас тут местоимений. Прям огромное количество с буквой И в открытом слоге. Да. Так. Следующее слово. Ясмин. Спать. Так. А как произносить-то его по-английски? Слип. Спать. Слип. Да, спать. Даниэла, последнее слово для тебя здесь. Я ничего не понимаю, что это слово. Хелл. Нет. Хилл. Это не хелл. Это хилл. Так, и перевод. Пятка. 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 Да. Ян говорит у нас. Пятка. Хилл. Кстати, хилл это не только может быть пятка, но и каблук. Например, туфли на высоких каблуках. Да. Туфли на высоких каблуках. Туфли на высоких каблуках. Так, молодцы. Это две буквы пока что. Эй и ИИ в открытом слоге. Начинаем мы с Маши. Маша. Вот, первая наша строчка. Читаем по два слова. Тэбл. Слип. Так, тэйбл и слип. Верно абсолютно. Мирослава, вторая строчка для тебя. А плейн. А стрит. Стрит. Very good. Елена, третья строчка для тебя. Елена Разумовская. Вижу. Тишина. Так. Али, давай. Здравствуйте, извиняюсь за опоздание, но дочка пока не умеет, она только посмотрит, если вы не прошу. Хорошо, хорошо, пусть посмотрит, хорошо. Али, давай третью строчку. Cake. Three. Three, молодец. Cake. Three. Ян, четвертая строчка для тебя. Play. Green. Play. Play. Green. Аля, пятая. Place B. Place B. Very good. Шестая строчка для Сафии. Сафия. Куда у нас Сафия делась, да? Так. Дженет. Дженет. Шестая строчка. Та-дам. Nail. Take C. Молодец, умница. Take C. Так. Седьмая строчка для Сафии. Name. Dini. Very good. Саша. Восьмая строчка. Саша. Pro. Pro. Саша. Так. Эмилия тогда, восьмая строчка. Face. Here. Отлично. Ян, девятая. Face. Me. Face. Me. Ясмин, десятая. Lake. Lake. Hill. Да. Lake. And Hill. Very good. А теперь мы добрались до транскрипции. Наконец-то. Обратите внимание, здесь мы знакомимся с новым понятием. Вот когда мы видим этот значок. А мы прощаем этот значок после И. Это значок длиннее. Да. Мы сегодня знакомимся с вами с таким понятием, как долгота звуков. Оказывается, в английском языке звуки бывают длинные и короткие, да? То есть мы можем их протяжно произносить, а можем коротко, остро, как иголочки. Помните, я вам говорила, остренько, коротко, как иголочку произносим, потому что звук короткий. Так вот, вот в открытом слоге буква И дает нам долгий звук И. В транскрипции долгота обозначается справа от знака двумя точками. Вот они. Две точечки, которые обозначают, что звук долгий. Отныне мы теперь должны помнить о том, что звуки гласные в английском языке бывают короткие, длинные. Прислушиваться к долготе звука. И если нужно, отмечать это в транскрипции. Итак, звук, обозначение звука и долгого. Вот оно у нас. Записали все, зафиксировали? Молодцы. Так, а теперь мы с вами идем другим путем. Мы с вами по слову пишем транскрипцию. Сейчас у вас до экрана слово, а вы пишите для него в своих тетрадочках транскрипцию. Итак, первое слово street. Следующее слово, hill. Следующее слово, sleep. Sleep. И четвертое слово для вас, green. Зеленый, green. Street, улица, hill, каблук. Или пятка, sleep. Спать, green. Зеленый. Ян что-то у нас балуется, сидит. Написал транскрипцию? Так, проверяем. Street. Следующее, hill. Следующее, sleep. И green. Везде в этих словах мы видим внутри, да, у нас стоит долгий звук и, который с двумя точками справа, да. Не забывай. У меня тоже ошибки. Есть ошибки или нет ошибок? У меня нету. У меня тоже нету. Нет. У меня две. Две. Многовато для четырех слов две ошибки. Половина. У меня три. Исправляем, смотрим еще раз, да. У меня ноль. У меня ноль. У меня ошибка. У меня тоже ноль. У меня нет ошибок. У меня тоже. Молодцы. Так, stop. Stop talking. Перестаем разговаривать. Keep silence. And let's continue. Идем дальше. Буква I. Наша следующая гласная буква I. И дает она в открытом слоге звук Майя какой? Майя какой звук она дает? Майя. Майя. Звук I. Да, звук I. Смотрю, сидишь. Уже все. Итак, смотрим и знакомимся с словами. Смотрите. Опять четыре слова, которые мы с вами рассматриваем. Кто попробует уже сам прочитать? Али, ну-ка давай ты, прочти эти слова. Чит. Так, подожди. Мы же выяснили, что буква I, она у нас в открытом слоге. Значит, она будет давать звук I, как в алфавите. Ай. Пусть Али прочитает. Дальше. Тай. Угу. Пайв. Найн. Найн. Very good. Кайт. Тай. Пайв. Найн. Все эти слова показывают нам, что буква I, она в открытом слоге здесь. Она не прикрыта никакой согласной. И у трех слов мы опять видим на конце боси I, немую букву I, да, которая у нас оттягивает согласную на себя и открывает первый слог. И за счет этого читается у нас гласное в алфавите, как гласное, как в алфавите в первом слоге, в открытом слоге. Итак, хайв. Воздушный змей. Тайв. Галстук. Пайв. Пять. Найн. Девять. Практически все цифры у нас с вами собрались. Так, читаем по строчкам. Ого-го, у нас уже тут с вами три слова. Три гласные в открытом слоге. Так, Эриан. Вот я вижу Эриан, мальчик какой-то сидит. Вот первую строчку я хочу, чтобы он прочел мне. Ла-ке-ки-ки. Итак, это слово. Эти слова читаются у нас следующим образом. Слушай внимательно. Лейк. Хил. Кайт. Так же, как в алфавите. Артем, давай вторую строчку. А ты его не сшиб. Не сшиб тут, не сшиб. Слип. Пайн. Пайн. Мы же выяснили. Открытый слог. Гласное читается как в алфавите. Значит, она в алфавите. Ай будет давать такой же звук. Ай. Третья строчка у нас для Яна. Ян, вот это. Микрофон. Микрофон зависает. Плейн, стрит, пайп. Ага. Плейн, стрит, пайп. Даниила четвертую строчку читает. Буква Ай. Открытый слог. Читаем. Райс, Ай. И на конце С звук, потому что стоит перед И, Ай, Вай. Ясмин, пятое. Плейн, грин, тайн. Зеленый. Время. Время, да. Плейн, грин, тайм. Николь, шестой. Шестую строчку. Плейс. Би. Найс. 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 Неужели никто с этим словом не сталкивался? Найс. Красивый, милый, добрый даже. Найс. Да, у нас это слово обозначает. Так. Мира, седьмое. Седьмую строчку. Тейк, си, лайк. Молодец. София, восьмую строчку. Девятая строчка для Саши. Саша. Где Саша опять? Так, Майя девятую строчку читает. Восьмая. Майя. Пейс. Пи. Пай. Молодец. Пейс. Пи. Пай. И десятая строчка у нас для Кати. Пейс. Катя. А я не умею читать. Так. Эмилия тогда. Тейс, май, тай. Тейс, ми, тай. Буква дает звук, как в алфавите. Тейс, ми, тай. Потому что она в открытом слоге. Так. Поехали дальше. Транскрипция. Наконец-то мы добрались до транскрипции нашего звука Ай. И посмотрите, он точно так же, этот звук, да, у нас состоит из двух значков, как звук Эй. Вот. Внизу у меня здесь все это отмечено. На голубом фоне, чтобы более четко было видно. Запишите, пожалуйста, тебе, зафиксируйте этот звук, чтобы его не забыть. И в транскрипции, помни, когда мы слышим Ай, мы вот это вот и пишем. Вот этот знак. Ай. Итак, буква Ай в открытом слоге дает звук Ай. Ай. Готово? Записала. Молодцы. Теперь обратное задание. По транскрипции мы восстанавливаем слова, которые, кстати, только что вот некоторые из них и читали. Итак, первое слово НАЙС. Пишем слово с вами. Написала. Следующее слово для вас. Тай. Тай. Галстук. Тай. А что такое тай? Галстук. 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 Тай – это галстук. Тай – это еще привязывать. Тоже может быть значение. Глагол может быть такой. Следующее слово. Лайк. Один из самых первых глаголов, да, которые мы учим на занятиях в школе – это лайк. Любить нравится. Ай лайк. Мне нравится. Я люблю. Или как, выглядит как. Да, look like – это будет уже выражение. И четвертое слово ПАЙП. ПАЙП – это трубка. ПАЙП – трубка. Итак, что же будет у нас на конце всех этих слов? Мира, что у нас на конце будет всех этих слов? Нет, на конце всех этих слов у нас должна быть немая буква И или БОСИИ, да, потому что мы должны слог-то все-таки открыть. Ну вот, давайте смотреть, что у нас получается. Найс. Вот оно, первое слово для вас. Проверяйте. ПАЙП. Второе слово. Лайк. Третье слово. И четвертое слово ПАЙП. У Али все в порядке, я вижу, да? У Али лайк. У меня одна ошибка. Вот. Вот, обратите внимание, каждый на свои ошибки. У меня половина правильная, а половина нет. Вот. Значит, хорошо, что если нет ошибок, но если есть ничего пока страшного, мы только начинаем учиться, мы только знакомимся. У меня нет. У меня все правильно. Лайк ПАЙП. Отлично. Идем с вами дальше. Следующая буква ОУ. ОУ. ОУ, да. Догадываемся опять же, какой же звук будет давать буква ОУ в открытом слоге? ОУ. ОУ. Да. Такой же звук, как в алфавите у нас будет. И читаем теперь слова. Ясмин, четыре слова для тебя. РОС. НАУС. СТОН. СТОН. БОН. ВЕРЫ ГУД. РОС. НОЗ. СТОН. ПЕУН. РОСА. МАЯ. НОЗ. СТОН. 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 МАЯ. Вторая колонка. МАЯ. 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 НОЗ. СТОН. МАЯ. МАЯ. СТОН. СТОН. МАЯ. МАЯ. СТОН. СТОН. Там сеть язык. Значок. Это означает букву donc «безударная»? Да. Да. Это вот «безударная». Где – у нас буква, когда – она очень сильно проглатывается носителями языка, еле произносится. Вот таким мы в транскрипцию видим как правило, абсолютно точно. Ну, вот она здесь. Вот эта вот такая безударная О появилась и здесь. Эу! Эу! А какую транскрипцию раньше Мою учили? Мы учились для звука О, да, вот такой вот, то, что был значок, напоминал вот эту первую, только вот вместо этой палочки вот здесь была ещё, вот здесь такая вот палочка была. Так, и у нас с вами задание, у нас с вами задание. Мы с вами по словам пишем транскрипцию, и первое слово для вас это stone. Второе слово, мэл, родинка, переводится родинка, мэл, stone, камень, мэл, родинка. Третье слово, зон, зона. А я не успеваю. Сейчас чуть-чуть подождём тогда. Майя, ты транскрипцию написала? Я не буду писать транскрипцию, потому что мы транскрипцию в школе не проходили, поэтому я не умею писать транскрипцию. Интересно, а что это мы сейчас учим? Нерранскрипцию разве? И четвёртое слово, joke. Итак, проверяем. Первое слово, stone. Транскрипция для согласных звуков, она пишется так же, как маленькие буквы в алфавите, да? То есть для согласных ничего сложного нет. У нас сложность вся с буквосочетаниями и с гласными звуками. Вот для звука оу мы прошли сейчас только что транскрипцию. Следующее, мэл, родинка. Тот же самый значок для звука оу мы видим, да? Оу, оу, вот он он. И всё остальное очень понятно. Следующее слово, stone. Да у меня получается всего две ошибки в одном слове. Ничего себе, две ошибки в одном слове. Здорово. Зеун. Проверяйте ваше третье слово. И четвёртое слово, joke. Для буквы J. Мы вообще-то уже с вами учили, да? Звук дж. И говорили о том, что не только джей, но и буква джи у нас даёт иногда звук дж, да? Перед и, ай, вай. И говорили о том, что значок для дж, для звука дж. Вот он он, как две вот эти... У меня уже три ошибки. Вот, видите? У меня всё правильно было. Здорово. Вот это здорово, это мне нравится. Ответ такой мне нравится. Итак, для звука дж, вот эти первые два значка. Дальше оу. Это следующие два значка и к, да? Последний звук к. Джоук. Всё вместе джоук. Джоук. Так. У всех всё в порядке? Исправили ошибки свои? У меня всё правильно. Отлично. Тогда переходим к следующей, последней нашей букве. Буква Ю. Буква Ю. Она у нас может давать на самом деле в открытом слоге два звука. Либо звук Ю, либо звук У. Вот давайте смотреть сейчас. Первое слово. Конечно, придётся запоминать, где Ю, где У, потому что так невозможно выяснить каким-то опытным путём, где будет Ю, где будет У. Ну, вот примеры вам слов. Например, слово ГЛУ. ГЛУ. Даёт звук У. ГЛУ – это клей. Дальше. ПЮПРЛ. ПЮПРЛ. Ученик. А здесь уже звук Ю в открытом слоге. ГЛУ. ГЛУ – голубой. Буква У даёт здесь звук У. И ТЮЛИП. 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 ТЮЛЛПАН. Буква Ю даёт звук Ю здесь у нас. ТЮЛИП. ТЮЛЛПАН. Так, ну вот со словом ГЛУ и БЛУ мы понимаем, почему у нас тут открытый слог. А вот ПЮПРЛ и ТЮЛИП. Как мы на слоге поделим? Ян, какой будет первый слог, а какой второй? Из каких букв будет первый слог состоять? Ян. ПЮПРЛ. Можешь ответить? Какое слово? ПЮПРЛ. Какой будет первый у нас слог? Из каких букв? Из каких букв? ПИ и Ю. Да, ПИ и Ю это будет первый слог, а ПИЛ это будет второй слог. И таким образом первый слог у нас получается открытым. Открытый. И поэтому буква Ю даёт нам здесь звук Ю. То же самое и в ТЮЛе. Первые две буквы, ТЮ, они будут в первом слоге, а Л, А, ПИ, они будут во втором слоге. Поэтому первый слог у нас открытый, даёт звук Ю. Идём дальше. Читаем слова. Майя, читаем слова и вспоминаем перевод или пытаемся из букв составить русских переводов? Тун. Тюн. Тюн. Мьют. Подожди. Тюн. Перевод давай с тобой найдём. Тюн. Мелодия. Мелодия, да. Дальше. Ясмин. Следующее слово. Мьют. Мьют. Ага. Какой это будет перевод? Мьют. Немой. Это немой. Мьют. Немой. Следующее слово. Ян. Следующее. Третье, да? Да. Нам. 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 Причём. Руд. Род. Руд. Перевод. Грубый. Грубый, да. Четвёртое слово у нас будет для... Элиф. Элиф. Так, элиф нету. Тогда давайте для Али. Аля. Аля. Флют. 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 Флейта. Флейта, да. Флют. Флейта. Следующее слово. Мира. Мира. Нет, это кьют, это кьют, забавный, да, и последнее слово у нас будет для Маши. Маша? Студент, да, студент, студент, очень похоже русское слово на английское, да, студент, студент. Так, и, пожалуй, последнее задание, которое мы сегодня успеем сделать с вами, это прочитать уже столбики из пяти слов со всеми буквами в открытом слоге, да. Итак, первая у нас будет строчка для Миры. Можно с вами с вами, Максим? Мира, первая строчка. Table, sleep, pain, rose, glass. Так, давай смотреть вот еще раз. Table, sleep, согласна? Третье слово, как будем читать? Pain. Pine, это же открытый слог у нас. Pine. Дальше. Rose. Rose. Blue. Так, Джейн, нет, вторую строчку читает. Что? Plant, street, street, peep, nose, blue. Не peep, а pipe, да? Main, street, pipe, nose, blue. Ну, опять же, открытый слог. Третья строчка, Ян. Cake, tree, glass, stone, student. Так, четвертая строчка, Майя. Давайте смейте. Paint, green, time, bone, mute. Мьют, молодец. Пятая строчка, Ясмин. Выключить звук. Дальше. Place, дальше. Place, be, mouth, mouth, pupil. Пуперл, молодец. Сапия, шестая строчка. Нет, вот строчка. Это take, дальше. See, это see, дальше. Like, like, rope, и loot. Loot, loot, да, loot. Али, седьмая строчка для тебя. Name, we, nine, zone, hit. Cute, cute, да, cute, милый, забавный. Даниэла, восьмая строчка для тебя. Face, he, five, ton, tulip. Tulip, tulip, да, tulip. Девятая строчка у нас будет для... Саши. Саша, есть или нет? Никак не могу понять. Саша, есть, вот девятая строчка. Нет, девятая строчка, девятая. Case, вот это слово. Case, he, me, 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 me. We. Дальше. Tie, hole, rude. Максим, десятая строчка для тебя. Так. Тишина. И кто у нас, Эмилия? Лейк, хил, кайт, мул, тюн. Так. Лина, Лина, а можно вас спросить, а напомните, когда юн считается, а когда у? Когда тюн, когда, ну, когда оно ю, а когда у? Я говорила уже, что это процесс такой, когда нужно просто слова, ну, заучить. Потому что, да, в разных случаях бывает по-разному. Я понимаю. То есть тут нужно просто понимать, что может быть звук у, а может быть звук ю в открытом слоге. Нет, правда. Да, 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 а такого жёсткого правила, чтобы я объяснила, когда, какой будет случай, такого нет. Спасибо. Пожалуйста. У нас мы уже время совсем с вами всё исчерпали, даже 10 минут перехватили. Очень жалко, что не успели транскрипцию для буквы ю написать, но тем не менее. Я очень жалко, что もの способствуют. Отдёртся catches. Отдёртся. Нет, наркотика. Понятно. Нёрзь. Неборку. Нёрзь. З� simplesmente стуску. Ј twitter микроиграций. Нёрзь. Б parfait чёрно. Преком broad書 GoodBY.